Всем привет! Ну что, Серёга, пока свежо в памяти добьём, наверное, тему потолка до конца и рассмотрим сегодня сварку... Без отрыва! Да, без отрыва! Ну что, я готов! Хотя в прошлом видео я тебе уже показывал, что такой стык возможно заварить без отрыва, даже электродами диаметром 3 мм, но всё же лучше выбирать электроды, исходя из толщины сваримых деталей. Если у нас сейчас будет толщина стенки 1,5 мм, то, соответственно, и электрод нужно использовать 1,5 мм, либо близки к этому. Почему? Потому что у нас будет меньше тепловодложения, и, соответственно, при остывании будет меньше деформация. Поэтому сегодня будем использовать электроды толщиной стенки 2 мм. Вот тебе электрод и иди вари! Пошёл! Ну а вы пока усаживайтесь поудобнее, наливайтесь в песчку, смотрите внимательно и не перематывайте! Начали! Ну конструкция, я думаю, уже до боли знакомая тебе. Где-то это я уже видел. Да-да-да. Я даже облегчил тебе задачу. Сразу же настроил примерный ток, в принципе, на котором можно легко это сделать, да, заварить. И электродами будем пользоваться сегодня не самыми плохими, можно сказать, даже нормальными, хорошими АК-46. В принципе, можно сказать, что максимально облегчил тебе задачу. Поэтому только осталось заварить. Я постараюсь. Давай. Ну что ты скажешь свое оправдание? Всё заварено. С... Сотверсия. С... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я боялся прожечь потолок все Да? И у тебя такие очень резкие движения были? Боялся прожечь потолок Все-таки надо более так это Плавнее Да, плавнее вести Вот чуть задержался на потолке и в прыжок Ну давай Попрактикуюсь и я его сделаю Без подсказок? Нет, ну давай Давай, давай тебе покажу как лучше варить И ты потренируешься Давай Хоть ты и заварил этот стек своим стилем Но давайте я покажу какие движения совершать Чтобы в процессе у нас не прогрел Не прогрела труба Во-первых Разжигаем электрод немножко в сторонке Чтобы у нас весь шлак сразу вышел лишний Делаем перемычку Не забываем о ней Самое главное И дальше продолжаем вести электрод уже Но я обычно варю Треугольником Это от центра Я отвожу электрод уже на положенный шовчик На потолочек Потом опускаю электрод на вертикал И опять возвращаю уже вперед Немножко отводя электрод в центр Опять на наложенный шов Немножко потолок Вертикал В центр смещаю И вот так вот таким образом Треугольником варим Немножко вперед Назад И так Можно варить Просто электрод Вперед-назад Вперед-назад Таким тоже можно способом варить Но я обычно варю Треугольником Чтобы шовчик был Немножко пошире Так Ну да Я сейчас покажу Как это будет выглядеть На камеру Наверное Будет выглядеть лучше Зажигаем электрод И сверху вниз Центр Верхний центр Движения минимальные Чтобы не перегреть И все Ну Отбиваем Смотрим Что там Получилось Ну Типа так Еще один немаловажный нюанс Да Это угол Положения электрода Чтобы Когда мы варим Угол держать Не углом назад А Немножко Под прямым углом Больше К прямому углу Так у нас Прогрев будет меньше Да Если мы будем углом назад То у нас будет Глубже проплавление И больше вероятность Того что мы Прожгем металл Поскольку Да у нас тонкостенный Поэтому Можно держать Практически Под прямым углом Либо Если у нас Да Ток больше То лучше ввести Вперед-назад Электрод И быстрыми движениями Ну что Я тогда проверю Способ Вперед-назад Ну давай Я думаю Так будет даже легче Я даже не понял Как быстро Он закончился Ура 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 между так даже еще легче полегче до но я так понял что надо подобрать правильную скорость да и тогда шовчик будет идеально главное чтобы не перегреть металл не спешить и не слишком торопиться быстро вести надо дойти свою скорость я действительно убедился что движение вперед назад намного легче чем как вот я варил получается что даже может чуть при задержаться она не прогорит как бы ты уже заходишь на положенный шов начала шва у тебя немножко остывает и так вот и возвращаешь электрод нагреваешь отводишь остывает так немножко легче но есть несколько вариантов когда что и треугольниками можно как вот и варил тоже так же можно но это более такие толстые металлы конечно а тогда обычно вот корень давали так что вперед назад что самый такой легкий способ в сварке но опять же это надо набить руку на подобрать свою скорость движения электрода подобрать ток правильный и принципе тренироваться больше ничего не остается опять таки тренироваться тренироваться и набивать руку ну и все на этом будем с вами прощаться спасибо что досмотрели это видео до конца подписывайтесь на канал если еще не подписаны заходите на мою страницу вконтакте ну все до новых встреч всем пока ну чё давай решим кто сегодня убирается и собирает инструмент давай а а а а